Что мы знаем о Google? Это безумно богатая компания, которая делает миллиарды долларов на поисковике, рекламе и своем видеохостинге YouTube. Конечно, еще есть Gmail, Google карты, а также операционная система Android и смартфоны Pixel. Они приносят Google меньше денег, но все же эти продукты успешны. Несведущему обывателю кажется, что корпорация добра точно знает, что делает и не совершает ошибок, но это не так. Как и в любой другой сверхбогатой компании, ее менеджменту хочется постоянно повышать прибыль. Для этого допиливаются текущие проекты и разрабатываются новые. И опять же, как во многих других корпорациях, некоторые продукты не выстреливают и, просуществовав какое-то время, списки убыточных сворачиваются. Привет, на связи BigGeek и Жека Сенин, и сегодня поговорим о продуктах Google, которые компания по разным причинам была вынуждена закрыть. Вы будете удивлены, но за свою историю Google выдала более двух сотен мертворожденных проектов. Есть даже сайт под названием «Кладбище Google» со списком провалившихся продуктов компании, который постоянно пополняется. Всех их охватить в ролике мы не сможем, но уделим внимание тем проектам, которые были на слуху. Но перед этим полезная интеграция. Если давно искали хороший смартфон в диапазоне до 25 тысяч рублей, больше не ищите. Вот же он, Tecno POVA 4 Pro. Тут батарея на 6000 мАч хватит, явно больше, чем на день. В 8-10 часов экрана вытянет. Посмотрите на внешний вид. Он крайне необычный и уж точно будет привлекать внимание окружающих. Но больше всего мне тут нравится набор реально грамотных решений. Гигантского подбородка, как в других смартфонах, нет. Все сделано аккуратно. Разъем для проводных наушников есть, что никогда лишним не бывает. Молниеносный сканер в кнопке питания. Идеально. AMOLED дисплей на 90 Гц. Отличный баланс между высокой герцовкой и умеренным использованием батареи. Шима почти нет. Даже во многих флагманах ситуация с этим хуже. В комплекте есть блок зарядки. Так и более того, он на 45 Вт. Поэтому зарядится смартфон полностью за полтора часа. С такой батареей отличный показатель. А еще тут есть защитная пленка, которую вы можете приклеить или не клеить. Тут уж по вашему желанию. Железо тоже хорошее. Быстрая память UFS 2.2. 8 гигов оперативки и 256 гигов постоянной памяти. И процессор Mediatek Helio G99. Да, он не то чтобы игровой, но все работает быстро и без проблем. Да и тяжелые игрушки на средних можно запустить. И главное, что тут не будет сильного нагрева или троттлинга. Все благодаря графитовым пластинам внутри. Купить Tecno POVA 4 Pro себе или кому-нибудь в подарок можно по ссылке в описании. А мы возвращаемся к ролику. И начнем с самого свежего провала. Google Stadia. В конце сентября корпорация заявила, что закрывает свой облачный игровой сервис. Это случится 18 января следующего года. Напомним, Stadia была представлена еще в 2019. Но за три года компания так и не смогла привлечь к ней большую аудиторию. В России, например, сервис так и не был запущен. Можно, конечно, играть через VPN, но тут появляется проблема с оплатой, да и пинг не то чтобы идеальный. В общем, я думаю, таких любителей пердолинга немного. На всякий случай поясню, что же такое Google Stadia. Вдруг есть те, кто впервые о нем слышит. Сервис позволял играть в топовые игры без необходимости покупать дорогую приставку или собирать мощный ПК. Игра запускается на серверах компании Google, а картинка практически в реальном времени транслируется на компьютеры, телевизоры или даже смартфоны Google Pixel. Правда, кое-что купить все же было необходимо. Так называемый стартовый набор. В него входит геймпад и ТВ-приставка Chromecast Ultra. Комплект стоил 130 баксов. Помимо этого, если хочешь играть в 4К, нужно было оплачивать подписку. А это еще около 10 долларов в месяц. Но и это еще не все. Тайтлы, которые не входят в стартовый набор Google Stadia, надо было покупать отдельно. То есть у платформы был свой интернет-магазин. И неважно, покупали ли вы ту или иную игру до этого. Надо было обязательно затариться еще. Слухи о смерти Stadia появились еще в прошлом году. Но в Google их не подтверждали до конца сентября. Так почему же сервис провалился? Давайте попробуем разобраться. Первое и на наш взгляд главное, это небольшой выбор игр на старте. Даже спустя несколько месяцев после запуска сервиса, там оказалось всего лишь 28 игр. Как пишут некоторые СМИ, дело в том, что Google не удалось привлечь разработчиков на свою платформу. Мол, финансовая мотивация оказалась слишком низкой. В том же 2019-м корпорация Добра открыла собственные студии для разработки эксклюзивных игр. Но в феврале 2021-го они были закрыты. Причем не было выпущено ни одного проекта вообще. Получается деньги на создание студий, на набор персонала были попросту выброшены на ветер. Что именно и достоверно пошло не так, мы конечно не знаем. Такой информацией Google не делится. Но как-то это странно. Неужели в такой богатой компании не смогли найти средства на классных разработчиков? Или просто не захотели, так как сами не верили в свой проект? Почему на старте не запустили сервис в большем количестве стран? Вначале, напомню, их было в районе двух десятков. Ведь больше стран это больше подписок. А значит и денег для поддержания проекта. У нас, как я и говорил, точного ответа на эти вопросы, к сожалению, нет. Но предположим, что пользователям все-таки не очень хотелось покупать дополнительное железо. Для стриминга, покупать дополнительные игры специально на платформе, на которой и так, в принципе, большого выбора не было. А некоторым еще и искать костыли. Ведь стадии не было на многих рынках. Свои мысли на этот счет оставляйте в комментариях. Ну а мы идем дальше. Play Music. В 2020-м Google похоронила свой сервис Play Music. Вот только не надо сейчас писать, что он переродился, сервис жив, но под названием YouTube Music. Это не так. Переводить пользователей с одного приложения на другое пришлось не от хорошей жизни. Да и сервисы все-таки довольно серьезно отличались, особенно поначалу. Google Play Music увидел свет в конце 2011-го. Корпорация Добра делала на него большую ставку. Не зря приложение было предустановлено почти на всех смартфонах на ОС Андроид. Софт позволял не только прослушать свою личную коллекцию музыки, но и покупать ее. И казалось бы, тут Google не могла провалиться. Уже тогда стало понятно, что будущее за стримингом. Но была проблема. В Spotify это поняли раньше. К слову, если хотите посмотреть историю этой компании, добро пожаловать. Ролик очень интересный. К моменту запуска Google Play Music шведская компания уже занимала большую долю на рынке стриминга. Но, повторю, тот факт, что Play Music был предустановлен почти на всех смартфонах под управлением зеленого робота, давал Google шанс стать заметным игроком на этом рынке. Нужно было только грамотно развивать свой сервис. Но, как часто бывает у Google, со временем что-то пошло не так. Компания годами не успевала обновлять интерфейс Play Music вслед за новыми версиями Андроида. Да и оптимизация под разные диагонали дисплея хромала. В некоторых случаях кнопки управления уходили за рамки экрана, то есть по ним нельзя было кликнуть. Кроме того, владельцы Андроида постоянно жаловались на баги приложения. Оно, например, не показывало загруженные треки с ПК. Для решения проблемы приходилось перезагружать смартфон. А еще приложение просто крашилось, а это уже дикость. Напомню, мы говорим не о каком-то стороннем софте, а о родном приложении Google для своей же операционки, тем более предустановленном. И вот так, прихрамывая на ходу, Play Music дожил до 2020-го, когда появилась возможность переезда на YouTube Music. К тому моменту второй музыкальный сервис существовал уже два года. Но долгое время удобно перенести свою библиотеку в него было нельзя. Сам факт того, что у компании какое-то время параллельно существовали сразу два музыкальных стриминговых сервиса, уже говорит о многом. Они вечно начинают делать одно, потом забивают на это болт и хватаются за другое в надежде в будущем перевести пользователей с одного провального приложения на новое. Чего только стоит количество мессенджеров в компании, вот только многие не готовы ждать годами. Они просто уходят к конкурентам, к тем же Spotify, Apple Music и так далее. Социальная сеть Google+. Идем далее. Проект был запущен еще в 2011 году. В интервью изданию Wired в том же году Вик Гундотра, он отвечал за создание соцсети, заявил, что на ее разработку было брошено больше сил, чем на любой другой проект корпорации. Над Google+, трудились около тысячи человек. Они хотели создать конкурентов в Facebook, но со своими фишками. Уже на выходе Google+, давал пользователям инструменты для проведения видеоконференций и возможности редактирования фотографий. Казалось бы, потрачено много денег, много человека часов. Такой гигант, как Google, просто не может проиграть на этом рынке. Это же, блин, интернет-гигант. Кому, как не ему, править балом в сфере социальных сетей. Но после запуска сервиса, сами сотрудники Google отмечали, что создать конкурентов в Facebook им все же не удалось. Фишки вроде тех же видеоконференций оказались не востребованы. Пользователи соцсети Цукерберга не понимали, зачем им нужно менять шило на мыло. Кроме того, их удерживали годами сложившиеся социальные связи. Друзья, друзья друзей, коллеги, бывшие одноклассники и одногруппники все сидели в Facebook. Нельзя просто взять и перенести их из одной соцсети в другую. Многие пользователи после первоначальной регистрации зашли в Google+, всего лишь один раз, осмотрелись, кликнули по паре кнопок, поняли, что это какая-то дичь и ушли с концами. Среди них и я. Но слабая вовлеченность пользователей это не единственная проблема Google+. В марте 2018 года корпорация обнаружила уязвимость в системе безопасности социальной сети, из-за которой утекли данные сотен тысяч пользователей платформы. Более того, какое-то время компания скрывала этот факт. В Google были уверены, что утечка данных ударит по имиджу компании и решили умолчать. Однако все тайное всегда становится явным. В какой-то момент о дыре в системе безопасности стало известно журналистам издания The Wall Street Journal. Тогда Google пришлось выступить с официальным заявлением. В корпорации уверяли, что после обнаружения утечки данных они быстро выпустили патч. Также отмечалось, что под угрозой оказались не самые важные личные данные пользователей. Верю. Но было поздно. Доверие к и без того непопулярной соцсети было подорвано. Это поняли и в самой Google и объявили о закрытии проекта. Hangouts и Google Allo. Вслед за Google Plus уходит в прошлое Hangouts. Компания предлагает пользователям перейти на Google Chat. Из хорошего все диалоги при переходе будут сохранены. Тем не менее, уход Hangouts заметят немногие. По крайней мере в нашей стране. Мессенджер так и не смог составить конкуренцию WhatsApp и Telegram. Да, он тоже позволяет обмениваться сообщениями, звонить, в том числе по видеосвязи и пересылать файлы. Но, как и в случае с Google Plus, приложение не смогло перетянуть на себя пользователей других более популярных сервисов. В том числе из-за своего неинтуитивного интерфейса. Ну и давайте честно. Кто среди ваших друзей и знакомых пользуется Hangouts? Да почти никто. Если найдете таких, пишите в комментарии. Даже рабочие чаты сейчас у всех в телеге или, прости господи, в WhatsApp. Ну а для видеоконференции есть удобный во всех смыслах Zoom или, в крайнем случае, лучший файлообменник. В ту же могилку скидываем и Google Allo. И еще один сервис, копирующий WhatsApp. В первый день работы Allo его загрузили 5 миллионов человек. Звучит неплохо. Правда, на этом развитие сервиса и закончилось, поскольку у WhatsApp на то время был уже миллиард пользователей. И дело даже не в функциональности провалившихся приложений от Google. Мы, в принципе, не любим менять один мессенджер на другой. Даже сейчас, когда Telegram почти во всем уделывает WhatsApp, перетащить пользователей последнего на приложение от Павла Дурова очень сложно. Особенно наших родителей, не готовых отказаться от открыток. Хотя, да, с другой стороны, может быть и хорошо, что утром в телеге тебя не ждут десятки картинок с цветочками и пожеланиями доброго утра от всех твоих родственников. Моя мама вот не присылает такого и никогда не присылала. Просто лучшее. В общем, с привычками бороться трудно, даже когда речь идет о приложении на смартфоне. Если даже Telegram не в силах переманить всех пользователей в WhatsApp, то какие шансы на это были у Hangouts и Google Allo? Правильно? Никаких. Ну а вторая причина провалов мессенджера в Google – это их количество. Компания почему-то не может сфокусироваться на чем-то одном и довести продукт до ума. У нее всегда россыпь приложений со схожей функциональностью. Но все они какие-то сырые, с частью нужных функций. В итоге львиная доля этих самых сервисов оказывается все там же, на кладбище. Google Reader. Идем далее. Многие пользователи до сих пор не могут забыть RSS-агрегатор Google Reader. Он проработал 7 лет, позволяя читателям просматривать статьи с новостных сайтов и блогов, собирая их в единую ленту. Когда появились слухи о закрытии проекта, пользователи даже стали составлять электронные петиции. Очень действенные, конечно, с просьбой сохранить ресурс. Самая популярная из них даже собрала 100 тысяч подписей. По одной из версий, закрывая Google Reader, компания хотела перенаправить его аудиторию в уже вышеупомянутый Google+. И, как мы сегодня выяснили, это была плохая идея. Пикассо. Еще один ресурс Google, чью смерть оплакивали, это Пикассо. Появление в 2015 году облачного хранилища Google Photos ознаменовало начало конца десктопной утилиты для хранения и редактирования фотографий. Напомним, Пикассо была хороша тем, что это было именно настольное приложение. Софт не требовал обязательного подключения к сети. Вы могли редактировать свои фотографии и заниматься их организацией на ноутбуке без интернета, в том же самолете, где подключение к сети это роскошь. Но оно и правда очень дорогое. Фотографии с SD-карты загружались на компьютер в одно мгновение, и вы сразу же приступали к редактированию или сортировке кадров. Да, Пикассо позволяло загружать фотографии в сеть, но это была не основная функциональность. Пользователи ценили софт именно за возможность десктопной работы вне сети. В нем, например, было удобно конвертировать RAW файлы в сжатые форматы. А еще для многих Пикассо заменяло графические редакторы, ведь решение от Google было бесплатным. Понятно, что ничего сложного в приложении сделать было нельзя. Это ни разу не фотошоп. Но простой функциональности, типа там, убрать эффект красных глаз, поправить цвета и что-то отретушировать, многим хватало с головой. Закрытие проекта какое-то время бурно обсуждали крупные порталы, посвященные технологиям. Но, как говорится, обратно фарш не провернешь. Хотя, может, оно и к лучшему. Вон какой сейчас отличный Google Photos. Кнол. Ну и под занавес ролика хочется напомнить о ныне мертвом ресурсе Кнол. Это был аналог Википедии, где авторы могли получать гонорар за свои труды за счет рекламы. Писать статьи для ресурса могли только пользователи, указавшие свое реальное имя. Так и мало того, нужно было доказать, что ты эксперт в своей области. Какое-то время ресурс жил и приносил авторам какие-то деньги. Ну а как это было не раз, Google не уделяло развитию Кнол должного внимания. Интерфейс ресурса выглядел устаревшим даже для 2012 года. Сайт выглядел откровенно плохо. И не забывайте, это был проект многомиллиардной корпорации. А выглядел как выпускная работа школьника по предмету информатика. В не самой престижной школе. Да и сами пользователи не видели ценности в том, что авторы Кнол работают под настоящими именами и имеют возможность заработать. Спустя год после запуска сервис мог похвастаться лишь 170 тысячами посещений сайта в месяц. Ну а Википедия уже в те годы показывала миллиарды посещений. Неудивительно, что так называемая гуглопедия так и не смогла стать конкурентом для Вики с таким-то отношением к проекту. Кнол просуществовал только 4 года и отправился на кладбище в 2012. На самом деле этот ролик можно было растянуть даже на пару часов. Напомню, в списке мертвых проектов гугл сейчас более 200 позиций. Феноменальное количество. Но о большей части тех ресурсов многие вообще ничего не слышали. А значит, не будем тратить на них время. Вместо итогов. Справедливости ради отметим, что гугл не единственная, конечно же, корпорация, за плечами которой много провалившихся проектов. Неудачи того или иного продукта это нормально. Вот только не все компании могут пережить такое количество провалов. Небольшие разработчики, выпустив 2-3 неуспешных сервиса, просто разорятся. А вот гугл это не грозит. У компании столько денег, что она потянет еще не одну сотню мертворожденных проектов. Может быть поэтому некоторые сервисы гугл разрабатываются спустя рукава. Ведь когда у тебя нет никакого риска потерять все, и выкладываться на 100% очевидно ты не будешь. Кстати, это касается не только интернет сервисов, но и разработки устройств. В истории гугл есть неудачи и на рынке железа. Взять тот же пиксель, слейд, очки гугл глэс, и так и не вышедший модульный смартфон Project Ara. Об этом и не только поговорим во второй части ролика. А пока ее ждете, поставьте лайк, подпишитесь на канал, и это мотивирует нас делать видео еще чаще и еще лучше. Хорошего вечера и всем спок. Пау!